Тихо-тихо-тихо-тихо. Так. Небольшая беседа. Начну с того, кто рядом сидит. Чей это мальчик? Кто его привел? Руку подними. Кто его привел? Олег Тинушка. Я говорю, руку поднять. Ее нет? О, а где она? Поднимай руку. Почему затягивать-то надо? Это интересно как. Кто не заходит, того сразу нахожу. Притал активная такая. Я спрашиваю, чей мальчик? Ну, садись. Почему он один сейчас выбегает во двор на улицу? Я ему разрешила покачаться на качели. Я за ним иду. Ты меня слышишь? Мне ничего не надо объяснять. Ребенок. Он открыл улицу и все, ты больше никогда не убьешь. Я с ним. Я с ним иду. Ну, если ты с ним идешь. Ну, сейчас я его вернула оттуда. Я одевалась и за ним собиралась. Ты одевалась, он уже шмыгнул. Разрешила я. Хоть сколько-то я говорю, но он вышел один уже. Теперь я в дверях, и он стоит, дверь раскрыл и не знает, что делать, куда идти. Таня, надо было сказать, пока я не оденусь, не выходи. Это слишком дорогая цена, еще раз говорю. Он пришел на эту территорию, я отвечаю за него уже. Чтобы больше этого не было. Привела, держи его около себя. Нельзя. Очень опасно. Чего? Ну, я покачаться с ним. Ну, покачаться можно. Подожди, потом оставься маленько. Покачаться. Одного нельзя. Я сказал, больше не буду говорить. Ваше дело. Вы знаете, сколько рыдают родители сегодня, у которых дети исчезли навсегда. И ты ничего не будешь говорить, только будешь стоять их клевать носом. Особое называется кинднеппинг. Притом во всем мире это есть. Слишком дешево обходится. Не рожать, если его за руку взял в машину. Мужики идут на работу. Стоит-то обыкновенный рафик. Ну, машина, как наша Газель. Вышли. Так. Мы купили тут комод, не можно досточить. Ты мужик не поможешь. А они выглядели, какой мужик-то? Хороший. Крепкий. Молодой. Заходи. Он только зашел, больше ничего не помнит. Очнулся уже в цепях. Уже в Чечне. Столкнули, прикрыли одеялом, укол дали и повезли. И теперь там он все время в цепях. Копает подземные коридоры и все. И думает только, как уйти. Через семь лет только побег удался. Но он сообразил, бежать надо не сюда, а бежать в Турцию. А они-то стали искать здесь. И там он где-то залег травами питался. Через месяц двинулся в обход. Пришел. Жены нету. Квартиры нет. Матери нету. Кто умер, кто развелся. И уже ему никогда не вернуть прежней жизни. Куда залять в чужую машину? Понимаете, нельзя на все случаи человека научить. У тебя своя душа, одна единственная жизнь. И ты так ей играешь. Куда попало лезут. Я ни разу не видел, что мусульманская девушка шла одна. Ни разу. Наши жили в Афрунзе. Они вот такие, как наша Лиза. 5-6. Выскакивают. Через дорогу, если надо, перебежали. А там такая же стена. Дувал шмыгнули. Больше нигде нет. Я видел, как это в Америке. Там, кажется, в Вашингтоне было. Такой же группой еврейские девочки. Ни на шаг. Слишком дорогая цена. Это первое. Мы приходим в молитвы и начинаем что-то в ответ говорить. Я плохое учу? Ежели непонятно. Ну, видите, сколько. Кто-то ни разу еще не был. Я их не помню, чтобы приходили на канон Андрея Критского. Нынче предупреждал. И все равно их нету. Им это не лишнее было бы. Тем более уже заранее. Я все время на собраниях здесь собирались и говорил. Канон Андрея Критского, приходите. У нас... Понятно? Ну, маленько хотя бы. Я только сегодня получил. Ну, все время это идет. Стоят люди и не понимают. Андрея Критского не понимают. Не то, что много. Ничего. Нуль. И столько же понимают священники. А как вы узнали? Они сплошь и рядом спотыкаются. Первый раз считают. Вот к нам приезжают и не могут выговорить священники Анфима Никомедийского. Он с третьей попытки, как Брежнев слово «Азербайджан». С третьей попытки только произносил. Так человек был ранен и щелюсть разбитая. Не понимает. Ну и все-таки. А вы видели как? У нас по-другому немножко. Приходят, все раздеваются. Натоплено сегодня. Тепло. Дальше. Какие у них есть ковры? Чисто. Считается на русском языке. Все на русском языке. На русском языке канон Андрея Критского. Кроме того, необычность. Может, за 1200 лет этого не было. Что канон считается на три ступени. Считается. Благодарение. Благодарим Тебя, Господи, Боже наш. Слава Тебе, Боже наш. Слава Тебе. А последнее считается по порядку по трем ступеням. Помилуй меня, Боже. Благодарю. И со славой. Это надо было сделать. Это Дух Божий побуждает показать, что не все тут оглашенные. Канон-то написан для оглашенных. Для падших. А не для тех, которые члены церкви. Которые причащаются. В этом каноне нет ничего для этих людей. Я говорю. Он его написал, когда совершил смертный грех. Подписал анафиму Шестому Вселенскому Собору. И после этого, как Давид написал Псалом 50-й после этого. Это все понятно? Завтра последний раз. Кто может позвонить и кого у нас не было. Сами подумайте. Кто кому близкий. Знаете телефон. Позвоните. Придите хотя один раз. Это не нам надо. Вам это надо. Вы даже знать не бойтесь, что церковь усыновила считать не случайно этот канон. Мы в нем очень нуждаемся. И в церкви, когда считают только по милу имя Божия не поднимается выше. Я думаю, тоже не случайно. Блаженный Афифилах, когда его послали в Болгарию архиепископом, жалуется на абсолютную бездуховность прихожан. Ничего-то они не знают. Языщество. Ереси разные. Богомилы. Мы даже не знаем о них. Как ему трудно было. Но мы-то считаем теперь, видим, он как-то сумел сделать так, что повыше взял в толкование. Толкование-то не на один день ему было рассчитано. Что я вам хотел сказать. Вот сейчас закончится. Завтра последний раз. Вы сами себе сядьте и дайте отчет. Вот сегодня, ну, к примеру, сколько? Ну, не менее как 55 раз 55 событий. Ну, 50 возьмем. 5 и 4, там 204, так получается. 50 событий, которые упоминались в каноне. И мы эти события должны применить к себе и вышибить эту искру. Помилуй меня Боже, благодаря ей и славословия Богу. Так, я по порядку скажу. Ты грамотная, не такая старуха уж. Скажи, какие ты события можешь вспомнить, которые сегодня вспоминались? Библейское событие. Какие? Ну, 50-то не вспомнишь. Да нет, конечно. Ты даже 5 не вспомнишь. Да. А ты? А мы? Понимаете, а ты? Ной, Сим и Ахет. А? Все было по слову Божью. Ной, Сим и Ахет. И слуги Изавели, это 50. Илья уничтожала. Изавели, что ли, поминаешь? Ну да, Илья. Ну, тут мы можем Изавели подражать, поскольку проныгливая женщина. Это у них здорово получится. Ну, ладно. Спасибо, Господи. Просто сказать, событие какое. Это означает, этот канон сегодня не выполняет свои роли. Тем более, на пятой неделе Великого Паса в среду, когда весь будет, сейчас на 4 дня разделенная, а теперь весь будет, он никакой роли не играет. Просто для отмазки. На песню про барабанили и все. Сегодня считали трое. Очень хорошо. А вот сейчас я буду по порядку спрашивать. Давай, Виктор Андреевич, ты первый. Насколько можешь громко скажи, помилуй меня, Боже, помилуй меня. Ну-ка. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Так. Давай, Игорь. Да я же на всю громчу. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Так, садись. Игорь. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. У тебя голос глухой во первых несгонке. Глухой. И не напрягаешься. Носом уткнулся туда и все. А первый начал считать сегодня, барабанит, как будто бы есть такой автомат у Израиля, как они из него стреляют. Тысячи буквально в одну минуту выстрелов делает. Ты помни, сзади себя стоят. Это ладно, ты плохо слышишь, но вот брата Игоря этого я, Валентиновича, хорошо слышу. А ты за ним пошел, уже ничего нету. Как будто бы шамкает какой-то старик стоит. Напряги голос. Я рассказываю, когда меня сватывали священники, первый раз я был в Ташкенте. Ну да, ташкентский он был. Варфоломей, архиепископ. Он остановился прямо в храме, сразу меня начал испытывать во время богослужения. А ну, читай. Паки, паки, миром Господу помолимся. Ты громче-то можешь? Я тогда во всю головушку, паки, паки. Больше не можешь, он так жезво мне ткнул. Ну ладно, с такой ты и будешь. Печель поставь. Кричать надо. Напоминаю, мне особенно запомнилось портопопов вакуум. Когда он вел богослужение, дверь была открыта. И на другом конце села люди слышали. А село это не два дома было, не Потеряевка. У Куприна написано, когда Анапима пишет, говорит, у протеодиакона был такой голос, когда он говорил, что паникодилы звенели. Это, ну, фонарики там, что там есть. Разные. Подвески в храме. По них ходил и звенели. Надо напрягаться. На будущее имейте в виду. Я даже сегодня записку дал. Можно читать помедле. То есть, думаю, они поймут. Я не настаиваю, что можно. Возможность такая есть. Ну, если ты торопишься куда, дай другому пусть будет. Торопиться нельзя. Нужно говорить четко, ясно, с расстановкой. А то есть, кто писал? Грибоедов Александр Сергеевич. Читай не так, как панамарь, а с чувством, с толком, с расстановкой. Вот так надо считать. Чтоб доходило, чтобы искру вышибить, чтоб дух покаяния пришел. Покоряйтесь и языцы, якос нами Бог. Где ты его видел, что с нами-то Бог-то? Более позорного состояния, чем православие, нигде в мире нету. Ничего не знают. И попы яростно нападают, когда видят, как у нас одеты. Что в этом спасение? Шалманы идут, выходят в брюках. Так и надо. Иначе гордость подойдет. Прикрышка какая. Вот она оделась нормально. А нормальное одеяние это идет вообще любое. От внутреннего состояния. Я говорю, сумели же мусульмане одеть женщин. Вот сегодня задали вопрос. И вопрос очень серьезный. Я сейчас вечером буду искать, кто на меня выйдет. Кто бы хотел по скайпу поговорить, вопрос задать. Об деканисе. Щен деканис восстановлены. В Александрийской церкви патриарх Федор только что рукоположил в деканисы одну и три еще на подходе. И показано, какие они как одеты и как стоят. Где? Ну в Африке северное. В Александрии. Африканские. Это законы рукоположенные. И меня сразу спрашивают. И это на своем журнале выставил живой журнал протодиакон Андрей Кураев. Но мне сразу перекинули, какое ваше мнение. Ну я коротко скинул несколько мест писания и каноны. Ну и придется сегодня более подробно ответить. Деканисы. Нужны они или не нужны? Почему полторы тысячи лет о них никто не слышал? Никто. Чьи на рукоположении нету. Вообще не сохранилось ничего нигде нет. А были они? Были. Минимум 5 или 6 мы можем назвать которые в списке святых. В календаре есть. Я сегодня все это укажу. Чем они занимались? Что у нас сегодня исполняет священник сам? Есть такой момент непонятно. Это житие пресвитера Конона. Однажды он крестил одну персианку. Какая она уж была. Но сердце его вспыхнуло. И теперь. И нужно было помазывать. Какие места то я не пойму. То что он совсем сгорел было. И он не докончил. Повложил кисточку. Ее оставил одну и пошел куда глаза глядят. Он увидел что он не может ее даже помазать. И для этого были деканисы которые помогали ему в этом. У нас свои деканисы есть. Они должны смотреть за порядком церкви. У нас смотрят. Старшая сестра. Кто там есть. Братья смотрят. Поставленное. Посещать больных женщин не всегда удобно где-то. Они у нас посещают. То есть у нас роль деканис. Что им положено. У нас выполняет не одна сестры все. Сестричество. Как образец это Марфа Мариинская обитель была. Мученица Юлисавета. Родная сестра царица Александра Федоровна. Никаких обетов. Никакого монашества. Но по форме все одеты. И помогали в лазаретах. Не выходили где. Помолитесь об этом. Чтобы про себя хотя бы. Чтобы мне сегодня осветить эту тему в полноте. И тема эта пойдет очень далеко. Ну вот и все. Что вас тревожит тут? Машин то мало чтобы развести вас. Во славу Божию. Что у вас дома то? Нигде одна не ходи. Особенно Лиза вот эти вот. С кем идешь? С сестрой? Не знаю. Одна нигде. Шагу чтобы из дома не выходили. Да сохранит вас Господь. Вы у меня особо в молитве. Прямо не знаю. Каждый день мы молимся. Да сохранит Господь вас от всяческого поругания. Так это. Игорь. Ты что сегодня в листиках считал? Пропыть. Затауста. А кто их отпечатал? Сергей. Принтер купили. Сделали. Так. Они не повторяли. У нас их не было? Я не знаю. Мы вы это. Так. Где Сергей? Ну. В интернете нашли темы. Причислили. Надо знать. Чтоб не было повторений. И вы когда что то делаете. Бумажки за служебное положите. Мусолики там в руку все. Служебная бумажка чтоб была. Бумаги не прикасайся голыми руками. Нигде. Чего вы такие невежественные? Портятся. Стираются. Желтое все делается. Это потовые железы. Так. Вы закончили потовуста? Закладывайте бумажку туда. Чтобы не повторять. А то батюшка считает какой то журнальчик. Откуда? А что плохое? Да не плохое. Каноны запрещают. Если это не утверждено церковью. Он с календаря берет православного. Еще раз говорю. Православный календарь это не утверждение церковное. Тут было Сысоева начали засчитать. Мои я категорически запретил. Канонно это есть. Церковь считается. Внутри церкви. Во время. Только то что Священное Писание и что установлено церковью. Златоус определенного разрешается. Все. Его и считаете. 12 томов. Пока прочитаете уже в Царстве Небесном будет. Спасибо Христос. Аллилуйя.